Приветствую вас, Алиса, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. В первую очередь, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вам почему-то, вот именно почему-то нужна поддержка, вам почему-то нужны отношения. То есть в этот момент, вот этот момент, вы его как-то не раскрываете, хотя он очень важен. Почему вам нужны отношения? Почему вам, ну грубо говоря, нужна поддержка? А в чём вам, простите, нужна поддержка? Ну, конкретно, в чём вам нужна поддержка? В чём и почему вам нужна поддержка? То есть что такого происходит с вами? Странного? Страшного? Несеразмерного? Потому что вы можете выдержать? Вам нужна поддержка. Мне кажется, это очень важный момент, на самом деле. Вот. Понимаете? Какая история? Такая вот, такой вот момент. Вот. Это очень важно. Это очень, повторюсь, важно. То есть необходимо определить вам конкретно, что в вашей жизни произошло такого, что ванной на подъездке. Вот. Понимаете? О чём мне это речь? Да? Дальше. Значит, вы говорите, что мне нужны взрослые отношения, мне не хватает взрослых отношений. Ну вот, надо бы выяснить, почему вам не хватает, как вы говорите, этих самых взрослых отношений. То есть, в чём проявляет нехватка? Как вы, ну, как вы её чувствуете, нехватку? Этих самых отношений. Как вы её ощущаете, эту нехватку. Очень важно этот момент понять. Потому что то, что лежит в основе ваших потребностей, то есть, что лежит в основе ваших желаний, необходимо изучать, изучить, выделить, и вам после этого с этой историей поработать. То есть, посмотреть для себя к примеру, да, вот посмотреть для себя, как бы вы могли это реализовать. самостоятельно самостоятельно? Как бы вы могли это сделать? Как бы вы могли это сделать? просто, просто, конкретно, как бы вы могли это это сделать. Важно ли? Да? Важно. Важно? Какая штука? Именно поэтому я и хочу у вас знать, в чем проявляется нехватка для вас отношений. Вот конкретно для вас как она проявляется. Конкретно для вас как она проявляется. Это важно. Понимаете? Дальше, что касается модели взаимодействия, значит, ну вот, с мужчинами. Так? Что касается этой истории, модели взаимодействия мужчинами. Здесь я мог бы, наверное, сказать вам, что в первую очередь это работа над женской моделью поведения. Как таковой. Потому что, ну, отсутствие отца, оно предполагает, что у вас будут некоторые проблемы с этим. Некоторые проблемы с тем, чтобы выстраивать отношения с мужчинами. Значит, женская модель поведения. Работа с личными, с личными, с личными границами. Безусловно. Вот. И? А, значит, со своими чувствами? Что бы вы могли грамотно выражать их, чтобы быть искренними. Вот. Это то, что вам в общем и целом необходимо. Я так полагаю. Следующий момент. Который вы описываете. Значит, помогите, пожалуйста, я устал от своих извращенных взглядов. Что у вас извращено, казнь, то есть надежда границ не одна. А почему? Почему вы хотите засыпать не одна? Вот. Это, собственно, то, на что вам нужно ответить. Ну, собственно, то, что является очень важным моментом. Почему вы не хотите? Почему вы не хотите? Почему вы хотите засыпать не одна? То есть вы сейчас озабочены именно постоянным отношениям, а не тем, чтобы следовать, например, ну, какому-то гарьерному росту, обладению профессией, собственной реализации. То есть это вот, по меньшей мере, это по меньшей мере странно. То есть почему-то отношения вы здесь ставите, ну, во главу угла. И я, конечно, хотел бы понять, почему. Я очень бы хотел понять, почему вы ставите отношения, вот, собственно, во главу угла. Для чего они вам нужны? Какую, ну, функцию они должны выполнить? В чем они должны вам помочь? В чем вам не хватает? Дальше. 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 Что касается того, что вы интроверты, у вас не так много друзей. Опять же, важно понимать, насколько комфортно вам, ну, быть, быть в этом состоянии. Да? Насколько комфортно? То есть, ну, нравится ли вам быть в этом состоянии? В состоянии интроверта? Не нравится вам быть в состоянии интроверта? Чувствуете ли вы себя как-то вот в этом состоянии естественно? Чувствуете ли вы себя в этом состоянии неестественно? То есть, вот эта вся история, эта вся история, ее необходимо выявить, да, выделить, ее необходимо выделить. Чтобы вы, чтобы именно вы понимали, как и что происходит. Как и что происходит с вами. Почему происходит с вами это? Что происходит? Понимаете? Все вот это нужно выяснить в обязательном, в обязательном порядке. И в отношениях, когда вы сможете вступить в второе, который, которые не будут, которые, которые не будут, являться суррогатом. Не понятно, vis-à-vis, да, и, ну, пока что, наверное, вы пытаетесь как-то, видимо, восполнить, ээээээ, ну, недолюбленных событий. И, соответственно, ну, я так думаю, что перекос, определённый перекос в отношениях стал намерен. Ну, это я так пока только думал, что такая история имеет место быть. Вот, я не исключаю того факта, что могу ошибаться. Вот. Ну, а что касается заблазнения парням, которые вы совершили. Слушайте, ну, во-первых, парень сам, наверное, этого хотел. Если честно, я так думаю, что парень этого сам хотел. А вы бы не смогли, вы бы не смогли его соблазнить, если бы он этого не хотел. Так что, не нужно думать, что дело всё только в вас. Да? Вот. Но вы своим поведением, вы своим поведением подчёркиваете главное. Вы своим поведением подчёркиваете главное. А именно, что вы избегаете отношений. Что вы бежите от отношений. Что вы хотите доказать, ну, себе, скорее всего, себе. Вы хотите доказать, что вы не приспособлены к этим самым отношениям. Вот. И весь вопрос заключается в том, для чего вы это делаете. Ну, вы, очевидно, да, совершенно очевидно, что боитесь сближения с мужчинами. Вот. Что выглядит, в принципе, вполне нормально. Вот. Вполне нормально это выглядит. Вполне естественно это выглядит. Что вы боитесь сближения. Вот. И чтобы не бояться, чтобы не бояться сближения, достаточно будет поработать с личными границами. Вот. И сближения вы бояться не будете. Вам не быстро. Конечно, здесь имеет смысл поисследовать такие моменты, да, такие истории, как, к примеру, стыб, ну, ваш, ваш стыб перед своими силами. Ваше непринятие себя, того, что вы чувствуете, того, что вы ощущаете, вот, и так далее. То есть эээээээээээээээ Такая вот история. И, на мой взгляд, это, также, очень важно, очень важно, чтобы видеть себя это, ну, поисследовали. исследовали. Вот. Такая вот история. Такой момент. Вот. Я думаю, что я бы ответил вам именно так. Пока что. На данный момент это, наверное, всё. На данный момент это единственное, как можно вам ответить. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо.